Здравствуйте, товарищи зрители! Я не хочу вас пугать. Я хочу вас предупредить и спасти тех из вас, кто еще способен логически мыслить, и осознав, насколько опасны и распространены паразиты, и насколько важно их из организма удалить, принять необходимые меры. А в наши дни с этим осознанием и, главное, принятием этих мер огромные проблемы. Надеюсь, вы из другой категории людей. И даже те, кто из вас знает о проблеме паразитов, не представляют этого масштаба и серьезности. И вот сегодня вы это осознаете, поймете, если досмотрите это видео до конца. Я расскажу, чем опасны паразиты, как те или иные виды паразитов попадают в организм человека и там живут, чем они опасны, к чему приводят, к каким болезням, последствиям, какие признаки говорят о наличии паразита в организме, как их вывести из организма, чтобы не убить почки и печень, какие правила гигиены необходимо соблюдать, чтобы свести к минимуму шанс заполучить паразитов вновь. Да, существуют сотни видов паразитов, гельминтов, глистов. Но в северном полушарии самых распространенных, характерных, составляющих, ну, до 50% всех случаев заражения, всеми видами около 20. Каждый человек должен знать хотя бы о самых распространенных и самых опасных, о которых я и расскажу вам в этом цикле лекций, состоящих из трех видео, посвященных трем классам глистов. У меня на канале уже было много видео о гельминтозах. Ссылки на некоторые видео я вам оставлю под этим видео. Но я решил сделать это видео в новом формате и разбить его на три части, так как почти пятичасовую лекцию, которая у меня была 10 лет назад, в 14-м году, люди раньше-то смотрели, но теперь не смотрят, потому что все большее и большее число людей поражает клиповое мышление и лень. Хочется всего и чтобы быстро. Многим хочется не разобраться, не понять, не осознать, а просто, чтобы им кто-то сказал, что надо делать, а потом удивляются, что многое или ничего не получается, что один говорит одно, а другой другое. И потому надо понять все самим. А моя задача сейчас очень сложная. Объяснить это все просто, быстро и доступно, чтобы каждый человек понял и не верил кому-то на слово, а просто знал не мнение, а знания нужны. Потому смотрите эту первую часть про круглых червей или нематод. Вначале кратко общие сведения. Да, всего бывает три класса гельминтов, паразитов, глистов. Это круглые черви, то есть нематоды. К ним относятся такие виды, как аскориды, острицы, лосоглав. Второй класс это ленточные черви или цистоды. К ним относятся такие виды, как бычи, цепной цепни, широкий лентец и прочее. Третий класс это плоские черви или трематоды. К ним относятся такие виды, как аписторхи, легочный сосальщик и прочее. Лямбли, холомидии никакого отношения к паразитам, глистам не имеют. Это одноклеточные простейшие организмы, хотя и паразитарного толка. То есть они паразитарные, но простейшие. Не путайте. Бактерии, грибки, вирусы тоже не паразиты. Если по анализам крови у вас эозенофилы, а на них надо смотреть особо пристально, скажем 4-5 и более единиц, то паразиты какие-то у вас есть точно на 100% из 100. Паразиты вообще есть всегда и везде. Заразиться ими очень просто. Живя в нас, какие-то паразиты высасывают из нас кровь через тонкий, например, кишечник. Какие-то высасывают пищеварительные соки, такие как бычья цепень. Какие-то поедают нашу печень, как, например, аписторхи. Они поселяются не только в кишечнике, но и внутри разных органов и тканей. Их личинки путешествуют по организму через кровь и лимфатическую систему. Они нами питаются и в нас же гадят. Это просто к тому, я еще сейчас хочу подчеркнуть, что некоторые умники на полном серьезе говорят, что паразитов нагнать не надо, это нам никакие не враги, а симбиотические типа организмы. То есть вообще ничего не понимают в биологии, физиологии, биохимии. И уверенно заявляют, вот почему я лично не люблю никакие мнения. А кто-то еще пишет, что мнение свое человек высказывает. Имеет на это право? Не имеет. Потому что надо высказывать знания. И должны у человека быть знания, а не мнения. Вот у меня нет своего мнения. И у вас не должно быть, я вам советую, по крайней мере, знания должны быть. Вот я вам их даю. Слушайте далее. От всех паразитов врачи по своим инструкциям автоматически назначают фармпрепараты. Такие как декарис, который вызывает рак крови. Это стало известно годы спустя после начала выпуска данного препарата. Или перантел. Его разработали, кстати, для выведения остриц. Только для одного вида паразитов. Не для двух, не для трех. Только для остриц. Но назначают его чуть ли не от всех. А он разрушает печень. Есть также препараты другие. Вермокс и прочее. Но это все страшная химия, которая вызывает поражение многих органов и систем организма. А глистов, кстати, при этом гонит далеко не всегда и не всех. А глистов, дорогие товарищи, надо не убивать в себе, а выгонять из организма. Причем безопасными для него средствами. И такие есть. Ведь если убить паразитов внутри организма, то они начнут разлагаться и резко отравлять организм. В природе есть все средства, чтобы очистить себя от паразитов. Сезонно высшие животные избавляются от паразитов, поедая определенные травы. Но главное и в основном грибы. В северном полушарии именно гриб лисичку. Едят все от белочек до лосей. Этот гриб содержит полисахарид хиномонозу, который гонит глистов и убивает даже яйца паразитов, прерывая цикл развития. Очень много болезней, тяжких состояний, вплоть до эпилепсии, экзем, папилом и даже рака, вызваны именно питанием паразитов и их ядовитыми продуктами метаболизма, которые они в нас выделяют. А люди не могут найти причины, да и врачи. И говорят, мол, вы здоровы, вам плохо, но вы здоровы, мы ничего не можем найти. Порой, убрав паразитов, люди избавляются от болезней сразу, многих болезней. Часто дети плохо учатся, не могут запомнить материал, раздражительны. Причинами могут быть паразиты. Да, конечно, дефицит йода, многих минералов тоже. Но наличие паразитов безусловно и масштабно. Так как паразиты просто отнимают питательные вещества из организма, и организму их просто не хватает. Логично. Более того, они травят организм токсичными выделениями, то есть продуктами своего метаболизма, своей жизнедеятельности в нас. Когда-то в былые времена частично избавлялись от некоторых паразитов семенами укропа, грудничкам давали укропную воду. Взрослые люди принимали полынь, пижму и другие травы. Но они, эти травы и сборы, избавляют только от тех паразитов, запомните это, которые в данный момент времени находятся в кишечнике. Ну а на тех, кто находится в печени и других органах и тканях, никак не действуют травы. Вообще никак. А люди верят в травы, верят в самое простое, доступное. Это, конечно, хорошо, но это не всегда разумно. Люди верят и обманываются. И не достигают результата. Или достигают частично, временно, убирая только часть колонии паразитов из кишечника. Вот почему так важно знать места обитания, циклы развития основных видов паразитов, чтобы не верить в глупости разные. Не повторять за неучами сладкую для вас ложь, не обманывать себя дешево, а знать, как их не допустить и как их вывести из своего организма полностью. А еще важно знать, как потом соблюдать правила гигиены, чтобы практически, ну, свести шанс к минимуму, чтобы заразиться вновь паразитами в дальнейшем. Итак, сейчас я расскажу вам о первом классе, а именно о круглых червях, и разберу шесть видов паразитов этой группы. Внимание! Эти шесть видов паразитов составляют по количеству инвазий более 90% всех видов паразитов, которые обитают в человеке. А вот в следующих двух видео я разберу другие два класса паразитов, ленточных и плоских червей. Итак, поехали! Первый вид из класса круглых червей – это самые распространенные заболевания, инвазия, самый распространенный паразит – это острицы. Острицы вызывают заболевание, которое называется энтеробиоз. 80, 90 и даже более процентов детей в разных регионах болеют энтеробиозом, и до 30-40 и более процентов взрослых людей. Если ребенок или взрослый скрипит по ночам зубами, то на 100% из 100 у него острицы. Если слюни стекают из угла рта во сне, лежа на боку, то на 100% у человека есть острицы из 100%. Острицы очень любят сладкое, поэтому бывает, что после прохождения курса «Против паразитов», а я дам вам этот курс, ссылку на него под видео, она будет, после устранения остриц люди перестают так хотеть сладкое, как хотели еще вчера. И только укрепиться от этого здоровья, если люди будут меньше есть вредного сладкого. Какие же признаки существуют наличия остриц в организме? А вот какие. Жажда сладкого, часто бывает отрыжка, вялость, чешется задний проход, тут либо поражение серьезное грибками, либо острицы. Кашель, насморк, долго не проходящие, живот болит, часто подташнивает, а у детей задержка развития речи наблюдается, это почти всегда острицы и аскориды. Замедленное умственное развитие, лорингоспазмы. А цикл паразитов таков. Ночью самки выползают из ануса и откладывают яйца на кожу вокруг ануса, на пижаму, простыни. Человек чешет, яйца попадают под ногти, ну а с ними куда угодно, на детские игрушки. Кстати, яйца остриц еще переносят мухи и тараканы, ну у кого они есть, конечно. Далее яйца попадают, как говорится, вообще куда угодно по дому. Эти глисты размножаются в организме человека полным циклом. Это единственный вид паразитов, глистов, который размножается без посредников, без других животных или моллюсков, а только в человеке и передается от человека к человеку напрямую и посредством предметов. Они откладывают сотни тысяч яиц каждый 21 день. Съедают острицы до 80% всех витаминов и жирных кислот у человека. Вот и представьте, какой это удар по организму, по иммунной системе. Какие дефициты питательных веществ вызывают острицы. Ну и конечно не только они, все паразиты, все без исключения. А у ребенка, между прочим, даже маленького может быть до одного килограмма остриц. И лечить, дорогие друзья, надо не ребенка, не только его, а всю семью, где он живет. Иначе бесполезно. Все пойдет быстро по кругу. Более того, если острицы есть у ребенка, то есть они и у вас. Есть они и у бабушек, дедушек, которым вы привозите ребенка или которые приезжают в вашу семью. Весь детский сад надо лечить тогда. Всех знакомых, кто к вам ходил недавно. Едят острицы оставшуюся, не переваренную до конца пищу. Добывают питательные вещества из толстого кишечника. Иногда они пробираются в тонкий кишечник. Повторное заражение себя или членов семьи наблюдается в 99 и более процентов случаев. Если не принять верных мер безопасности, жестких правил гигиены, и если не принимать антигельминтные средства, которые разумно должны быть безопасными для здоровья, о таких я поясню вам далее. Но наперед скажу, что в самом конце этого видео я оставлю вам ссылку на антипаразитарный набор программы. Немного о гигиене, и к этому вопросу я буду несколько раз возвращаться. Ну и раскрывать эту тему под разным углом. Конечно, нужно дезинфицировать предметы быта. Каждый день и ребенку, и вообще проглаживать надо просто не утюгом, ну потому что высокая температура убивает яйца. Менять одежду, нижнюю белье, каждый день надо. Обрабатывать спиртом дверные ручки, моющими средствами полы, ну и так далее. Игрушки горячей водой обливать, которые возможно обливать, пластиковые, например, резиновые. Помните, цикл развития 21 день, то есть 30 дней подряд нужно проводить эти мероприятия. Что делать? Откладка яиц в районе ануса вызывает сильный зуд. Яйца становятся активными через 4-6 часов после откладывания, то есть они за одну ночь могут вылупиться, и маленькие черви вползти обратно в задний проход. Потому антипаразитарную программу надо проходить 30 дней подряд, каждый день. То есть каждый день принимать определенные вещества, препараты, натуральные. Есть, конечно, большая проблема их обнаружения. Например, вы сдали анализы, но вы просто не попали в цикл размножения. Это также могут быть неверно взятые анализы на яйцеглисты, и такое бывает часто. Ведь надо брать как минимум 3-4-кратный глубокий глицериновый соскоб стеклянной палочкой с прямой кишки. Кто из врачей, медсестер делает именно так? Причем это надо ходить через 3-4 дня 3-4 раза. А то возьмут, у вас середина цикла, никаких яиц не откладывают, никаких мелких червей не вылезает. И что тогда увидят, поймут врачи и вы, а вы будете верить, что у вас ничего нет. Вы, мол, проверяли, да ничего вы не проверяли. Знать надо, вот почему я говорю, что то, что я рассказываю, и вообще это касается всех моих видео. Вы посмотрите, смотрите их, потому что, ну, кто вам это расскажет? Блогеры гоняются за максимальным набором просмотров, поэтому надо кратко, популистски, как говорится, вылизывать зрителей. Ну, я этим не занимаюсь. А бывает даже так, я описывал это в старых своих видео 10 лет назад, что ребенок задыхается по какой-то причине. Врачи не понимают, в чем дело, вызывают реанимацию, но надрезают трахею, чтобы ребенок, он уже синюшный, чтобы он хоть дышал. И что вы думаете, оттуда просто вываливаются паразиты? Вы думаете, я преувеличиваю, вру и так далее? Это истинная правда. Такое было много раз. И даже я своими видео, потому что родители уже знали, спасал так жизнь детей. Правда, это в основном так происходит с аскоридами, другим видом паразитов, которые я скоро разберу. Да, ну и личинки могут передвигаться по лимфатической системе, по организму. Второй вид глистов гельминтов червей, который относится к классу круглых червей, это как раз аскориды. Аскориды стоят на втором месте из всех глистов по распространению среди заболеваемости гельминтозами у людей. Активная миграция личинок идет по всему организму, через кровь, лимфу. Они могут поражать почти любые органы и ткани. Взрослые особи имеют длину 20-30 сантиметров. Более 100 миллионов человек в год в мире заражаются аскоридозом. Взрослые особи живут в толстом кишечнике. Выходят они иногда скалом красного цвета, так как питаются нашей кровью. Если они выходят розовые, то они голодные, по какой-то причине не ели в последнее время. Ну а если выходят белого цвета, внешне похожие, но белые, это другой паразит, не путайте. Это очень опасный паразит токсокороз. Токсокоры это собачьи аскориды, о ней я расскажу как раз далее. Ну так вот, самопроизвольно аскориды выходят редко, если только ослаблены или помирают. Аскориды раздельно полые, и если в организм попали к вам с пищей и так далее, сейчас расскажу с чем, самки и самцы, то они обязательно размножатся. Пара дает до 500 тысяч яиц. Ну, конечно, выживают единицы. Живут они, взрослые особи, до полутора лет. Яйца изначально часто заносятся с навозом крупного рогатого скота на грядки. Далее яйца попадают на огородные и садовые растения, на плоды. И практически стопроцентное заражение происходит тогда, когда плод, скажем, ягода малины упала на землю, а человек взял, поднял и съел ягоду. Понимаете? Помыть тут бесполезно. Есть такие ягоды, мягкие, когда яйца, ну что называется, прилипают, их так не промоешь. Дети часто заражаются, играя в общественных песочницах, ну и так далее. Химической фармпромышленностью создан декарис, но он создан от остриц и не действует на аскорид. А врачи часто назначают декарис даже при аскоридозах. Напомню, этот препарат вызывает рак крови. Вообще все эти химические фармпрепараты от паразитов крайне токсичны. Они убивают печень и почки. Итак, яйцо аскориды попало в рот с немытыми руками или теми или иными продуктами. Далее попало в желудок. Попадая в складки желудка, из яиц вылупляются личинки и прогрызая желудок, идут в кровь. Далее через воротную вену в печень. И свою первую стадию развития проходят в лимфоузлах печени. Далее они мигрируют вверх по венам и идут в легкие. И в лимфоузлах легких проходят вторую стадию своего развития, 2-3 недели. Далее прогрызают лимфоузлы. Люди это ощущают в виде позывов к кашлю. В итоге мокрота, отхаркивание, возникает длительный кашель. Иногда такое состояние длится месяцами и даже годами. Тогда это почти всегда паразиты. Конечно, не обязательно именно аскориды. Могут быть и легочные сосальщики с такими же симптомами. В общем, человек отхаркивает мокроту и проглатывает ее вместе с личинками. Личинки попадают в желудок, далее в кишечник, продырявливают слизистую и там остаются уже будучи взрослыми особями. И сосуд крови. Одна взрослая аскорида может высосать до 30-40 мл крови за одни сутки. У некоторых людей иногда находили до 150 взрослых особей. Вот вам 600 мл крови в день. Оттуда любые самые тяжелые анемии. Оттуда любые дефициты питательных веществ. Тотальные. И оттуда уничтожение просто иммунитета и любые болезни. А помимо этого слабость, апатия, вялость, ну и все остальное. Ну а врачи что? Видят дефицит железа по анализам. Снижен гемоглобин. И говорят, ешьте, мол, мясо, печень. А дело вообще тут не в питании, а в паразитах. Кстати, по поводу железа, ферритина, трансферина, низкого гемоглобина. Важнейшая лекция. Я с доктором делали такую видеоконференцию. Ссылку вам оставлю под этим видео. То есть, когда не паразиты причины, а бывают часто паразиты. И еще, ну, на их фоне в любом случае развиваются вот эти проблемные дефицитные состояния. И еще раз, питание здесь вообще ни при чем. Так вот, посмотрите, будет интересно, если это видео. А я продолжаю. Так вот, если такой врач, который сразу, мол, мясо ешьте, печень ешьте, не назначает срочную проверку, видя такие дефициты железа, большие гемоглобины, так вот, проверку на паразитов, а именно, в первую очередь, на аскориты, это профнепригодность, это тест для врача, для вас, для любого человека, который далек от медицины. Теперь вы это знаете. У некоторых людей анемии по 20 и более лет существуют, а они и не догадываются от чего. И по-серьезному ведь никогда не проверялись на паразитов-то, никогда. У таких людей жизнь неполноценна, постоянная вялость, тяжесть, слабость, усталость, неполноценная работа и жизнь. Стоит осознать, дорогие товарищи, что травы, как я уже говорил, и сборы, не помогут убрать из организма всех паразитов, даже тех, кто находится вне кишечника, а уж в органах и тканях. Ну, и я не говорю про яйца и мигрирующие личинки, тут совсем тяжело. И потому много лет со знанием дела, я твержу и твержу, из видео к видео, проходите два раза в год, все два раза в год, каждый год два раза, антипаразитарную комплексную программу, которая действительно уберет 99% видов и 100% особей тех или иных паразитов, ну, кроме редких исключений. Я далее поясню, в чем тут суть. В любом случае, еще раз скажу, а вы не обижайтесь, не думайте, я это вот, я это делаю потому, повторяю по 100 раз, что люди даже после повтора 100 раз, ну, 100 раз, пишут все равно, а где этот купить набор, вот каждый раз, без исключения, понимаете? Поэтому говорю каждый раз, когда суть к этому подходит. Итак, ссылка будет на этот набор прямо под этим видео, которое вы сейчас смотрите в описании. Так, идем далее. Если аскориды попадают на соглотку, они могут мигрировать в головной мозг. То есть через внутреннее ухо или бронхиальные вены в мозг. По венам против тока крови могут попасть сердце. Вот вам фото, это не фотомонтаж, это реальные фотографии, когда все сердце забито аскоридами. Как и таксокары, аскориды могут попасть на глазное дно. Там очень много бета-каротина, это очень богатая питательная среда. И тогда может быть слепота, зрение будет портиться, а бывает, что и глаз выпадает. Уж извините за такие страшные, но факты. И потому по меньшей мере два раза в год надо проходить антипаразитарную программу. Аскориды могут вызывать хронический холецистит, закупорку желчевыводящих протоков, хронический панкреатит. Ну а признаки? Признаки могут быть разные. Боли в животе, желтушность, низкая масса тела, тошнота, невозможность набрать массу тела, чтобы не ели. Повышенное слюноотделение, запоры или поносы, плохой сон, хроническая усталость, упадок сил, головокружение. И все это при тяжелой анемии. А яйца в кали можно выделить, только на определенной стадии. Можно и не обнаружить. Но аскориды в организме будут, так как они могут быть во время исследования не в кишечнике. И яиц в этот момент может в кали просто не быть. Учтите цикл развития. И потому анализы кала надо делать 3-5 раз через 5 дней, чтобы попасть в цикл. Ведь у них циклическое размножение. Понимаете логику? А врачи понимают? Или это так, для галочки все делается просто? Ну нет и нет. Как еще можно заразиться? Ну, самый распространенный вариант. Собаки гуляют во дворах, в том числе дикие, да? Гадят. Рядом песочницы. Ну а яйца в песке могут жить, зимовать, как говорится. Потом по весне все растаивает. Извините, дерьмо оттаяло и разнеслось майским сухим воздухом. Ну и ветер переносит яйца на высоту 2-3 более метров. Даже со слабым ветром. А человек вдыхает, дети вдыхают, и все понеслось. И яйца сохраняют свою жизнеспособность годами. А личинки могут вылупляться из яиц через 67 дней после откладки яиц взрослой особью. С обувью, одеждой можно занести яйца в дом, квартиру. Потому важно обрабатывать дверные ручки, как я уже говорил, спиртом, коврики, парогенератором или хлоркой, или чем хотите, можете озонатором. Зимой, конечно, все проще в плане гигиены. Если снег есть хороший, или есть мороз на улице, да, тогда можно расслабиться. Почему я и говорю два раза в год. Весной и осенью. Или в конце лета. Это в идеале. Но если вы не проходили антипаразитарную программу, ну, по сути, нормально не проходили, вот как я говорю, то прямо сейчас, прямо сейчас, не теряя время, неважно какой сезон, паразиты живут в нас некоторыми годами. Так что прямо сейчас. Конечно, с домашними животными, но в первую очередь, которые гуляют на улице и приходят домой с собаками в первую очередь, вы заносите их домой. Яйца, паразитов или личинки, глистов. И более того, даже простейших тех же лямблей. Потому сами думаете, что тут делать, как соблюдать правила гигиены. Но по-хорошему, вообще городские квартиры это не место для жизни собак. А кошек просто нельзя выпускать на улице. Но им, конечно, проще жить только в квартирах, нежели собакам. У меня лично есть кошки. И уличные, и домашние. Но мы живем далеко. И место экологически чисто, и чужие к нам животные не забегают. А своих домашних кошек, мейн-куны у меня, мы не выпускаем гулять на улице. Ну, разве что со мной выходит солнечный день, когда солнце, ультрафиолет, даже если теоретически что-то есть, не на траве. В траву нельзя кошек выпускать. Можно подцепить что угодно там. А именно на щебенке, когда солнце, ну, скажем, испепеляет. Если даже какие-то яйца глистов были на поверхности вот этой щебенки, то при мне гуляют, чтобы на солнышке побывать. Конечно, я слежу, потом домой заходит или я заношу. Вот таким образом. Ничего сложного здесь нет. Но это правильно. Я говорю, как правильно. А вы делаете, как хотите. Беременным и кормящим женщинам нельзя применять никакие препараты. Ну, потому надо до беременности, конечно, пройти антипроизитарную программу и очень жестко соблюдать правила гигиены в период вынашивания и кормления детей. Ну, обязательно обработка помещений. Безусловно, предметов, вносимых в жилье, тем более обуви, с которой вы заразу разную приносите с улицы непременно. Особенно, когда кто-то приходит чужой. Ну, в общем, обувь надо обрабатывать. Кто-то для этого использует какие-нибудь лоточки из нержавеющей стали, куда заливают, ну, скажем, воду сантиметр-два. И, например, перекись водорода туда лью. Перекись можно купить концентрированную, 37%. Тогда, скажем, 50 мл такого концентрата на, ну, примерно пол-литра воды, 50 мл на пол-литра воды или на литр 100 мл, 37% перекиси, вы наливаете на тряпочку, которую полностью вода должна покрыть. Может быть, сантиметра два. Всё зависит от толщины подошвы вашей обуви. И потопчитесь в этом, что называется, тазике. Ну, вот этой вот контейнере. Но важно, чтобы туда не попало животное, не стало пить, может получить ожог. Ну, в общем, это высокая концентрация. Имейте это в виду. Но с руками, например, вашими, не волнуйтесь, ничего не будет. И с воздухом вы никакую заразу, в отличие от формалина или чего-то ядовитого, не получите. То есть, это экологически чисто. Вы можете, конечно, что-то и другое применять. Я вам просто привёл пример такой, ну, вот на уме. То, что у меня из экологических средств, потому что я, например, покупаю для разных целей концентрированную перекись и применяю её для обработки вместо, там, хлорки, скажем. Да, вот, ну, хлоркой тоже можно. Правда, она ядовитая, и вы дышать этим будете, ваши животные. Так что выбирайте. Я вам просто сказал разные варианты. Ну, и обувь выше тоже стоит и обрабатывать, и промывать. А можно просто после такой обработки и промыть, конечно, потом ванну. Никаких контактов с чужими уличными животными. Вот как любят погладить, там пошёл, там потом забыл даже, что руки не пришёл, не помыл. Да ладно, не помыл. Пусть потом помыл, но ручку-то дверную тронул. А потом жена пришла, тронула ручку, и вот, пожалуйста. А она никого не трогала, думает, у неё всё стерильно. Поняли, как это происходит? Ну, а зелень салатную, скажем, надо замачивать, например, в уксусе. Ну, кстати, перекисью можете обрабатывать, вот, добавлять ту же перекись. Ну, потому что уксус всё-таки не такую обработку делает. Вот перекись можете добавлять в той же концентрации, ну, скажем, на литр воды. Ну, миллилитров 50, там, хватит, да, хватит. И салатные листья и прочее замачивать. Ну, минут 10 достаточно. Промываете потом, смело ешьте, там, всё будет отлично. Ну, а овощи можно промывать просто под проточной водой с мылом. Кстати, мы производим мыло экологически чистое, которое делается только из натуральных масел и эфиров. То есть, даже основу, которую, даже бутики, которые ручную работу там, они всё равно закупают основы, где и глицерин и прочее, а мы делаем сами. У нас огромный ассортимент мыла и мыло-шампуней. Вот. Ну, и есть хозяйственное, которое не из животных делается, не из костей, а веганские варианты. При этом очень хорошие запахи, потому что прекрасные, натуральные, дорогие, применяемые эфиры. Ну, и технология сохранения этих эфиров тоже благодаря применению определённых комбинаций видов масел. Уникальные мыла, очень советую вам вот такая реклама, да, советую вам пользоваться. Ссылка в описании будет. Да, и мы отправляем в любые города России, страны мира, все любые наши продукты, товары. Итак, третий вид паразитов, особо опасных, относящихся к классу круглых червей, это таксокара, собачья аскорида. Передаётся этот паразит от собак к человеку. 90 и более процентов всех собак заражены. Дикие и бездомные на 100%. Теперь скажите, могут ли яйца таксокар с собаками вашими попасть с улицы в дом, в квартиру? Как вы думаете? Ну, непременно попадут. Почти всегда и на 100% попадут. Если уж у вас есть собаки, то как они входят в дом, лучше заносить их сразу прям брать и заносить в ванну, и с мылом мыть лапы, обработать коврики, куда всё-таки успела наступить собака, попав в квартиру, и всё, с чем соприкасались лапы собаки. Затем очень хорошо промыть ванну саму. А как вы хотели? Ну, тогда получайте к себе в организм гельминтов страшных, опасных. Чем страшны, далее поясню. Обязательно мойте руки постоянно. Всегда перед соприкосновениями с продуктами, в санузлах и до, и после посещения их. По-хорошему, в санузлах надо ставить датчики движения, а не ставить клавиши выключателя, потому что это против правил гигиены. А так, ну, это более-менее. Вот, казалось бы, мелочь. Но из этих мелочей скапливается вот истинная картина, и как можно плюнуть на всё и халатно отнестись, или защититься в большей степени, или в меньшей степени. Но всё же лучше, чем ничего не делать, бездействовать и попустительствовать. И наоборот, гарантированно получить паразитов тех или иных видов. А бывает многих сразу видов. Итак, пришли с улицы, сняли обувь, первым делом мыть руки. Надо дезинфицировать коврики. Можно, конечно, применять озонирование, но это малоэффективно, потому что всё-таки, во-первых, если большие концентрации, то вы дышать не можете в том помещении, где озон находясь. А малые концентрации, да ничего они не убьют. Ни с каких поверхностей яйца, тем более, защищённые. Никак. Вот вода, если в ней активное вещество растворено, тогда да. Есть ещё, знаете, антагонисты водородным генераторам, которые выделяют не молекулярный водород H2, который нужен для организма, наоборот, а OH-радикал, гидроксилорадикал, то есть, который, наоборот, разрушает клетки. Но всё равно это мягкие мембраны, да, на вирусы бактерии воздействуют, на грибки, конечно. А вот на паразитов нет. Яйца у них покрытые оболочками плотными, которые просто вода, даже активная, не проникает. Ну, а перекись хлорка, понятно, да. Химический фарм препараты от глистов не воздействуют на мигрирующих личинок, ещё раз хочу вам сказать. А их много в организме. Как быть? А использовать натуральные и те, что действуют через кровь и лимфу. Препараты натуральные. Таксокары могут паразитировать в разных стадиях своего развития и в головном мозге, и в лёгких, и в бронхах. Мы для них конечный хозяин в их цикле пищевой цепи. Собаки заражаются друг от друга через грызунов, через фекалии, через яйца, попавшие на землю. Заболевание это опаснее предыдущих двух инвазий. Таксокара внешне, как я говорил, очень похожа на аскорид, но размером меньше. Не 20-30 сантиметров, как аскорида, а 10-15 сантиметров имеют размер взрослые особи таксокар. И они белые, они красные и не розовые, как аскориды. Врачи часто путают таксокар с маленькими аскоридами, поэтому я вам это так подробно рассказываю, чтобы вы знали и не путали. Слушайте, а вы напишите мне вообще под видео. Правильно я делаю, что подробно, но при этом видите, как чётко и, в общем-то, коротко. Поясняю очень важные моменты. Не зря напишите, пожалуйста, не поленитесь. Заражение человеком происходит через те же песочницы, ветер, который гуляет на детских площадках и зонах, где с собаками гуляют собаководы. Конечно, и от собак непосредственно, скажем, погладив собаку, особенно на улице где-то. Через яйца, которые собаки с шерстью лапами переносят с улицы домой. Через вашу обувь. Это просто факты. На рентгенах токсокар никаких не видно, так как они не отличаются от наших тканей. Никакие другие УЗИ, там, МРТ и прочие, тоже не определяют их. Можно, конечно, определить их, сдав кровь из вены на ИФА. ИФА – это иммуноферментный анализ на антигены вот этих токсокар. Токсокары более всех других любят каротин. И личинки токсокар проходят определенную стадию своего развития на глазном дне. И 50% всех случаев рака глаза есть такое. Это токсокары, а не рак. Только при операциях это обнаруживается. Они гуляют по организму, раздвигая клетки, как бы между мембранами, раздвигая их клетки друг от друга. Поэтому кровотечения не вызывают. По анализу кала их определить невозможно. Если вам ставят диагнозы нейродермит, псориаз, дискинезии желчеводящих путей, панкреатиты или бронхиальная астма, но врач при этом не провел исследование на токсокару, то есть ИФА, то диагноз по факту недействителен. Знаете это. Но до тех пор, пока не прошли диагностику на токсокар. Далее. Живут они в организме около года. Еще раз. Токсокары могут быть в организме и в любых органах и тканях. Могут вызывать даже неврологические нарушения. Могут быть изменения поведения, ухудшения памяти. Может у детей быть и гиперактивность. Четвертый вид паразитов, который я сегодня разбираю, относящийся к классу круглых червей, это власоглав. Он занимает, кстати, третье место в мире по всем инвазиям. А токсокары, кстати, четвертые. Ну ладно. Итак, власоглав представитель нематод, да, круглых червей, длиной от 2 до 5 сантиметров. Он паразитирует только в организме человека, но может проходить первую стадию своего развития вне организма человека. Он является возбудителем заболевания, которое называется трихоцефалез. Человек заражается, например, проглатывая яйца вместе с водой, скажем, купаясь в водоемах, да, или с едой через грязные руки. Часто с мухами переносится это заболевание. Он обитает власоглав в слепой кишке, живет до 7 лет в организме человека, постоянно повреждает кишечник, питается он кровью, как и аскориды. Помимо того, питается межтканевой жидкостью, межклеточным соком. Поврежденные участки кишечника могут поражать потом вторичные паразитарные организмы, то есть грибковые и бактериальные инфекции, потому что образуется дырка, которая долго не заживает. Поражают власоглавы и нервную систему. Самое распространенное поражение, характерное, это воспаление аппендикса. Имейте это в виду. Вот 90-95% всех случаев аппендикса. Иногда бывает выпадение прямой кишки. Естественно, анемии, конечно, тоже. Оплодотворенная самка откладывает ежесуточно от 1 до 3,5 тысяч незрелых яиц. В просвет кишечника человека оттуда они вместе с испражнениями попадают во внешнюю среду. Тело похоже на нить, волос, оттуда и название. Через полтора месяца личинки превращаются во взрослые особи. Начальные стадии поражения абсолютно бессимптомны. Тяжелые признаки заболевания характерны и точно такие же, как при таких заболеваниях аутоиммунного порядка, как неспецифический язвенный колит или болезнь крона. Имейте это в виду. То есть, эти болезни можно спутать, и врачи это вообще почти никто не знает. Это очень тонкая специфика. Вот путают порой, может быть, у человека нет этих аутоиммунных заболеваний, а есть волосоглав. Понимаете, какая штука? И вот почему так важно услышать все то, что я говорю по теме паразитов. Впрочем, и другие видео мои все важны для жизни и здоровья, но тут, может быть, вы как-то в большей степени это поймете. Могут быть, конечно, и диареи с кровью и слизью, потому что сильно повреждается кишечник. Так, этот паразит удаляется однозначно вот этой антипаразитарной программой комплексной. Я в конце видео, кстати, скажу, что туда входит и почему и зачем. Пятый вид из шести, которые я сегодня разбираю круглых червей, это трихинеллы, болезнь трихинеллез. Про это заболевание слышали все люди. Трихинеллы поражают любые мышцы, именно мышцы в организме человека. Любые мышцы, даже сердечную мышцу, да. Любые движения вызывают нестерпимую порой боль, а также лихорадку, часто повышенная температура. Наблюдаются частые отеки лица, особенно век, и держатся эти отеки до трех недель. Длина этих животных от полутора до трех миллиметров, они крошечные, самые маленькие всех сегодняшних, которые я разбираю. Жизненный цикл проходит в организмах более чем 70 видов млекопитающих животных. В мышцах они образуют капсулы, которые покрываются известью. Так окукленные личинки могут существовать несколько лет. И тогда, как они покроются известковыми, скажем там, капсулами, то вывести их уничтожить невозможно, ну, никак. Чисто теоретически биорезонансным разрушением. Да, хочу сказать, об этом тоже будут люди писать, а я забываю всегда. Значит, вот определить паразитов на биорезонансной методике, или по аналогии это методика ФОЛЯ, когда по биологически активным точкам на руках, на фалангах рук и пальцев ног, определяют можно, но не точно. Или, скажем так, определят, но это не обязательно паразит, что есть в данное время. Он мог быть когда-то, а сейчас его нет, остался волновой след. Но разумно пройти биорезонансное исследование вам определят много всего. Не факт, что это есть. А вот потом то, что вам определят, пройти уже, прийти в клинику и сказать, мне надо, а там не бывает такого, это тоже я вам скажу, уверен, что вы это тоже не понимаете. Нельзя прийти и сказать, вот ИФА мне сделайте, и я буду знать, есть ли у меня паразиты какие-то или нет. Не будете знать. Потому что ИФА делается только на конкретно запрашиваемые виды. Понимаете, какая штука? Потому что все паразиты выделяют определенные специфические ферменты. Ну, так же, как и волновой след характерный, специфический. Поэтому пришли с листком биорезонансного исследования. Там, может, 90% у вас нет, но вы пройдите на все это ИФА, если уж хотите. И тогда точно будет ясно, есть это у вас или нет. Конечно, биорезонансный метод тоже может что-то пропустить. И значит, вы на ИФА тоже это не определите. Но тут уже 95% там всего будете знать. Вы спросите, так уже спрашивали люди, а можно вот ничего это не сдавать, не исследовать, а просто антипроцитарную программу вот эту пройти? Можно и даже нужно, потому что это не только антипроцитарная программа. Она еще и гепатопротекторная, укрепляет печень, восстанавливает клетки печени. Она обладает и противовоспалительными свойствами. Там одни только положительные действия. В отличие от поганой химии, где очень много и всегда без исключения негативные побочные эффекты есть, то здесь будут только позитивные побочные эффекты. Ну вот примерно так. Попадая в тонкий кишечник с едой, в основном с мясом как раз, да почти только с мясом, особенно свининой или кабанятиной, часто с дичью разной, там всевозможной. Мною уже было сказано про 70 примерно с плюсом видов животных. В тяжелых случаях вызывается даже поражение миокарда, то есть сердечной мышцы. Это смертельно опасный гельминт, группа риска, мясоеды. Веганы практически не могут этим заразиться. Даже тщательная термообработка, запомните это, не говоря уже о копчении, солении мяса, когда этот паразит не убивается никогда. Так вот даже незначительная, ну скажем даже до часа термообработка не убивает цисты, трихинел. Почему? Потому что они окружены кальциевыми капсулами и между слоями кальция есть промежутки воздуха. Это можно сказать термоизоляция. Это их защита от высоких температур. Ну разве что трех-четырехчасовое тушение при высоких температурах может убить все цисты и жизнь из них уже не возродится. Одна самка может откладывать до 2000 яиц. В одном килограмме мяса свинины может быть до 1500 личинок трихинел. Медики назначают большие дозы вермокса и другие страшные отравляющие препараты. Но тут уже, я сразу скажу, я же не самодур, тут уже делать нечего. Потому что никакой антипризантарный там набор простой, вот вам от цист окукленных с кальцией оболочкой не поможет. Да и вермокс, честно говоря, вот именно при таких вариантах тоже, скорее всего, не поможет. Там надо очень хорошо изучить, знаете, что возможно есть какие-то новые, очень токсичные, безусловно, они все токсичные препараты, которые только вот в этом случае может и стоит применять. Может быть биорезонансное, разрушительное, то есть не исследование, не путайте, а есть еще биорезонансное обратное воздействие, когда обрабатывают там клетки тканей определенными частотами, чтобы внутри живые клетки, которые все имеют свои частотные характеристики, убить резонансом. Но это, сразу скажу, очень опасно и для соседних органов и тканей организма. И я бы никогда это не советовал и не делал бы, если бы не в крайних случаях, когда мы будем разбирать в следующих видео про финны там бычьего цепня, то тогда либо хирургическая операция, либо, а эти-то крошечные, хирургические не вырежешь, понимаете, тем более сотни или там, не дай бог, тысячи из мышц. Как тогда быть? Ну вот тогда либо какая-то химия, и может быть есть новый, как я уже говорил, препарат, может быть, и что делать? Приходится тогда. Либо вот разрушением попробовать биорезонансным. Конечно, как это скажется на всем организме, я не могу гарантировать. Имейте в виду, смертность от трихинеллеза, то есть от поражения трихинеллами, составляет до 30%. До 30%. Поэтому тут уж, конечно, рисковать придется и принимать либо, как я говорил, определенную химию, врачи уже скажут, какой трихинелл, если их обнаружат. А характерные симптомы это ломота в мышцах и при движениях боль страшная. Но после просто необходимо и разумно применить восстанавливающий хотя бы печень вот этот курс. То есть программу, укрепляющую, восстанавливающую клетки печени гепатоциты. А затем программу, которая удаляет из организма и из печени тяжелые металлы, ну и другие отравляющие вещества. Есть такая вот эта. Давайте так. Под этим видео я оставлю вам верхнюю ссылку на антипаразитарную программу. Под ней вторую по счету сверху на программу, восстанавливающую печень. Третья ссылка будет на программу, которая очищает организм от тяжелых металлов и других ядов и токсинов. Ну и шестой завершающий на сегодня паразит из класса круглых червей это анкилостома. Ну там точнее несколько видов существует. Кстати, вот посмотрите, ее кремниевые зубы уже внушают совершенно справедливое опасение. Есть близкие виды, например, кривоголовка так называемая, ну и отдельный род, относящийся к этому семейству, никотор. Никоторы попадают в организм просто прогрызая кожу и проникая в кровь, а через нее попадают в любые органы ткани, но чаще в поджелудочную железу и желчные протоки, вызывая холецистит, панкреатит. Ну бывает и шум в ушах, как следствие. Иногда несъедобные вещи человек хочет есть, да-да, вроде мела. И это не от того, что кальция не хватает, это глупости. Так, встречаются они везде. Человек, например, купается в пруду, ну или речке, идет по берегу по траве голыми босыми ногами. И могут они попасть на кожу, прогрызая ее вот этими зубками, как я уже говорил и показывал, попадая в кровь, разноситься во все органы организма. Никотор может попасть и в легкие, и в гортань. Тогда часто может быть кашель, трахеит. При отхаркивании личинки попадают в желудок, далее в кишечник. И сосуд в кишечнике там кровь, тоже как и аскориды, но только эти анкилостомы маленькие. Сосуд они, ну в отличие от аскорид, не до 30-40 мл крови в день, а от 0,1 до 0,5 мл в сутки. Но представьте, если их, а их может быть 20-30 тысяч штук в организме, то вот вам те же 600 мл крови в сутки, как при, скажем, 150 штуках взрослых аскорид. Через месяц личинки взрослеют, и живут они в организме до 5 лет. Взрослые особи живут в тонком кишечнике, где и пьют кровь. Анализы на яйцеглист, их не покажут. Нужен иммуноферментный анализ крови или по методу фолиобиорезонансный метод, как я уже вам пояснял, но потом перепроверка на ИФА. Они в свои проколы, места крепления, выделяют специфические вещества, которые препятствуют быстрому заживлению ран кишечника. Ну вот как пиявки, скажем так, тоже выделяют вещества, и кровь потом долгое время течет, так? А потому могут быть большие кровопотери, даже большие, чем от того, что непосредственно выпили данные паразиты. Ну также в эти ранки могут попасть инфекции, что тоже весьма, ну, разумно. Тогда возникают язвочки, иногда до 2 сантиметров в диаметре. А теперь представьте, если их сотни или тысячи, то весь кишечник может быть поражен, воспален. А при таких постоянных повреждениях, воспалениях, может возникнуть даже рак кишечника. И это, как говорится, ну, тоже разумно и логично. Итак, что делать? Как избавиться от паразитов, которых вы знаете, что они у вас есть, и которых вы не знаете, что они есть у вас? И более того, и что самое важное, при этом еще не убить свой организм. Ну, кроме трихинеллеза, все паразиты, и кроме некоторых из других классов, о которых я расскажу вам в других двух лекциях, так вот по всем паразитам этим работает вот этот антипаразитарный набор. Более того, он даже работает по лямблиям. Ну, это протозоидные, простейшие паразитарные организмы, очень опасные и характерные, ну, для тех, кто не соблюдает правила гигиены, особенно для детей, маленьких тем более. И вот тогда антипаразитарная программа поможет и от них тоже. Не спрашивайте, не пишите. Антипаразитарная программа не работает по бактериям, вирусам, грибкам. Это другие технологии, это другие программы. Ведь в начале ролика я вам объяснял, что относятся к паразитам, гельминтам, глистам. Бактерии, вирусы, грибки не относятся, простейшие не относятся. Понятно. Что же входит в этот набор? Ну, во-первых, препарат гриб-лисички. Это концентрированное вещество хиномоноза, которое гонит глистов и даже убивает яйца гельминтов и личинок в любых частях организма. Ну, в первую очередь гонит, потому что им в отравленной для них специфическими веществами среде жить невозможно. Так происходит в природе, как я уже говорил. Второй препарат это свечи-лисичка. Поймите правильно, что непосредственно из прямой кишки в кровь, к органам малого таза поступает кровь с этими веществами. А значит, это усиливает действие, ну, вот этого набора. И это логично. Второй препарат, ну, потому что свечи-лисички и капсулы с порошком, с веществом хиномоноза из гриба-лисички, это, ну, один препарат, можно сказать. Второй это шитаки, водорастворимая форма. У меня было отдельное видео про шитаки, вы можете посмотреть. Кстати, как и про трудовик-листничный отдельное видео было, и как про гриб-лисички у меня было отдельное видео. Есть целый плейлист на моем YouTube-канале, где по основным грибам и грибным препаратам, соответственно, из них, есть о их свойствах лечебных. Кстати, этим занимается наука фунготерапия, то есть, которая занимается именно выявлением и изучением, ну, и применением лечебных свойств высших бездеальных грибов. Так вот, очень интересно, как полисахарид лентинан, который содержится в грибе шитаки, убивает, там я описывал подробно в этом видео механизм, раковые клетки. Но сейчас не об этом. Препарат очень широкого спектра действия, поэтому для укрепления иммунитета в программу он включен. Вы спросите, можно ли без него, чтобы удешевить программу? Да, тогда вы просто берите и отдельные компоненты на нашем сайте nadgar.ru, ну, на том же сайте, где вот набор этот дам. Можете просто взять отдельные компоненты, главные из которых-то хотя бы это лисички, свечи-лисички. Ну, и сейчас дойдем до прочих. Третий препарат это тоже грибной препарат, трутовик лиственничный. Что он делает? Почему он очень важен? Он обладает самыми сильными гепатопротекторными свойствами, то есть он укрепляет печень. Ну, и, соответственно, применять его стоит, очень стоит. А как применять, там все написано, я сейчас про это говорить не буду. Можно ли без него? Ну, в принципе, можно, если прям вы молоды, здоровы, и печень у вас крепкая, и вы прям уверены, что у вас ни жировой гепатозы, там ничего нет, да? Ну, хорошо. Четвертый препарат это огневка ультра. Это комплекс трав, я его туда внес вот именно в виде исключения, именно травы как дополнение только грибные препараты могут определенные давать, ну, скажем, на редкие определенные виды паразитов, такой эффект усиливающий, накопительный. И действительно проверено это работает. То есть стоит применять, потому мы включили в программу, но именно в комплексе. Вместе отдельно травы эти будут работать по малым видам паразитов, и только по части тех, кто ослаблен, и кто находится только в кишечнике. Так же, как и любимая тройчатка по Семенову. То же самое, она работает только на кишечных, и только вот на взрослой стадии, которая в кишечнике находится паразит. Например, на аписторхов она вообще работать не будет. Идем дальше. В набор включен диатомид, это органический кремний. Очень большая потеря кремния идет, когда есть паразиты в организме. По-хорошему, конечно, надо потреблять и спирулину как дополнение. Я там дал рекомендации под набором, под что дополнительно стоит. Но вам скажу, бетаин, витамин D3, очень сильно разрушается при паразитозах, и его дефицит всегда. Спирулину или хлорелу биоорганическую, да, естественно. Ну и для энергии можно там Куэнзим-Ку-10, если совсем вы слабы. И вот, что я единственное дополнительно посоветую. Я вам, ну в набор я этого не вношу, но вы можете дополнительно, если хотите, принимать препарат Эспинель. Это уникальный препарат, полученный холодным, подчеркиваю, способом, из правильно собранной коры осины. Но если вы кипятите, или не вы, а препарат, который проходит термообработку, там свойства, ну в разы, в десятки раз уменьшаются. И так это очень сильный препарат. Я его советую применять, когда очень сложные паразиты. Например, Аписторхи. Это плоские черви, мы до них дойдем в третьем видео из этой рубрики. Их всего будет три видео, да, сегодня первое. Второе видео будет, напоминаю, о ленточных паразитах, ну а уже третье о плоских. Так, еще раз, под этим видео. Прям пошагово, ну не знаю, там, для тех, кто вообще интернетом пользоваться не умеет, я оставлю ссылки. Еще даже знаете, какую ссылку оставлю? Есть такие люди до сих пор, которые не умеют делать заказы. Так вот, мы сделали маленький ролик, минуты на две. Там прям показано, и голосом поясняется, как делается заказ правильно, чтобы не ошибиться, первый раз. И как повторно, когда вы уже подписаны, там, зашли, ну, в свой кабинет, и можете повторно сделать заказы. Вот есть люди, у кого не получается. Мы сделали два маленьких, коротких видео, как делаются заказы. Ссылку я на это видео тоже вам оставлю. Ссылки будут на антипроцитарный набор, на два по печени для укрепления и восстановления, для выведения тяжелых металлов. Будет дана отдельная ссылка на Эспинель. Ну и, конечно, будут ссылки на разные видео, о которых я вам говорил. И знаете, я вам еще дам ссылку, я снял много лет назад, про такого наимного человека от ЗОЖ, который был уверен, что поскольку он уйдет в ЗОЖ, там, чуть ли не сыроедение, не помню. Веганом точно он был. Так вот, он и другие люди верят, свято некоторые, что у них паразитов, коль они чистые, организм быть не могут. Большей дури от людей я не встречал. То есть, это абсолютно отсутствие логики. Но представьте, что такое паразит. Это многоклеточные, сложные. А вы видели анкилостому? Да, на кожу прогрызают. Вы понимаете, что такое иммунитет? То есть, когда говорят, защита организма, это иммунитет. Это одноклеточные организмы, лимфоциты, лейкоциты различные там, да? Они могут уничтожить, поглотить, путем фагоцитоза пожрать, уничтожить, ну там, вирус, бактерии, грибковую одну молекулу. А уже сложные организм не могут, даже теоретически не могут. И поэтому, говоря о иммунитете, о защитных силах организма, к паразитам защиты организма никакого. То есть, на 0,1 миллионную процента даже не имеет. И даже теоретически не может иметь. И это люди многие не понимают. Меня прямо это страшно раздражает. Но я в итоге, в любом случае, вот сделал такое видео, когда по анализу крови у себя зожник там нашел в крови, о чем я и говорил, что некоторые личиночные стадии передвигаются по крови, по лимфе. И даже их можно увидеть, причем есть паразиты, где личинки микроскопические. Просто микроскопические. Ну, их видно. На темнопольном даже микроскопе с малым увеличением. Потому что все равно они большие относительно. И вот, пожалуйста, вы можете посмотреть, что я там объясняю. Ошибки людей и так далее. Тоже очень поучительное видео. Итак, мой человеческий вам совет. Два раза в год, а то и три. Проходите антипроэстарную программу. Лучше, надежнее, безопаснее этой программы, которую я предлагаю уже лет больше десяти, просто не существует. Просто не существует. Да, есть случаи, когда возможны только операции. Я о них прям четко укажу. Ну, вот это будет, знаете, в каком? Во втором как раз видео. А в остальных случаях, кроме трихинолеза, я подробно рассказал, или тех, о которых скажу, в 99% случаях это просто вот этот набор. Очень важно посмотреть вторую и третью части. Почему? Потому что вы там увидите такие ситуации, которые, может быть, вы знаете, но не понимаете, как это связано, что это означает, а вдруг у вас или у родственников это есть или было. Вот некоторые люди даже потом видят, знают, что вот родственник умер от чего-то и потом только понимают, что оказывается от определенных паразитов. Например, от тех же финн и хинокока, например. Очень многие умирают. Ну, или альвеокока. Итак, разберем. Чтобы не пропустить выход моих новых важнейших для жизни здоровья видео, убедитесь, что вы подписаны на мой канал. Если вы не подписаны, то подпишитесь. Нажмите уведомления, чтобы вы получали на эту кнопку, вот видите, на экранах сейчас, а потом на все видео. Тогда вы не пропустите выход моих новых видео, будут вам уведомления приходить. Есть те люди, кто давно подписался, но им уведомления не приходят. И мне подсказали опытные люди, что надо, что тогда сделать? Надо отписаться от канала, вот так вот прям нажать, и сразу же подписаться. Ну, нажав все вот это уведомление, все, все видео. И тогда вам будут приходить, и вы уже проверите. Пожалуйста, напишите, помогло ли это вам, стали ли вы получать уведомления о выходе моих новых видео. Это очень важно, в первую очередь для вас. Ну, а моя информация, мои знания для жизни, здоровья всех людей важны. Очень. А насколько это нужно вам? Пожалуйста, напишите под видео, не поленитесь. Если мне комментарии продвигают канал, помогите мне в продвижении видео. И отблагодарите хотя бы так меня за мои труды, за мое время и за эту важную информацию. Ну, и, конечно, мы отправляем ваши заказы, а наши, соответственно, товары в любые города России, разными транспортными компаниями, ну, и практически в любые страны мира. Не спрашивайте. В США, Канаду отправляем, в Германию, Англию отправляем. Не отправляем, только буквально в 3-4 страны. Там, Новую Зеландию, там, Австралию, ну, еще кое-куда. Всего вам хорошего. Здравомыслия вам. Пересмотрите это мое видео, советую я вам, и законспектируйте. И пошлите ссылку всем своим знакомым с просьбой посмотреть это мое видео целиком и полностью. Коллегам, друзьям, близким. Ведь это очень важно для жизни и здоровья. И, кстати, для разума. Паразиты лишают человека, в том числе и разума. Имейте это в виду. Всего хорошего. Продолжение следует.